Наша цель всегда была стремление к отечественным технологиям, и мы постоянно ведем работу для того, чтобы перейти и не зависеть от западных стран. Предприятие «Оренбургнефть» готово закупать все необходимое для работы здесь, в области, но не получается, нет предложений. Потому доля местных товаров и услуг составляет только четверть необходимых объемов. Все остальное нефтяники получают с других регионов. За пределы области уходят огромные деньги, и таких примеров достаточно. Даже взять такое предприятие, как «Пластик», небольшое предприятие, закупает порядка 300 миллионов рублей продукции из Турции, металлоизделия. А почему из Турции? А почему не у нас? А мы уже два месяца пытаемся найти изготовителя в Оренбургской области. Вот в чем проблема. На заседании правления ОСПП еще раз подчеркнули – экономический кризис, время испытаний, но и время возможностей. И местные предприятия должны это использовать. Рынок дает серьезный шанс. Импорт, оказывается, в Оренбургской области – это не апельсины, не бананы, это 82% машиностроительной продукции. И поэтому в этих условиях сегодня появляется возможность у предприятий попробовать выйти на конкурентоспособную продукцию. Так что предприятия должны, по сути, заниматься саморазвитием. Тех, кто не будет сидеть сложа руки, поддержат. Разработаны федеральные антикризисные программы, приняты областные проекты. Здесь финансирование, естественно, поменьше, но тоже есть. Оперативно разработали новый закон об инвестиционных налоговых каникулах для предпринимателей, вновь создающих свои производства. Мы рассматриваем снижение и льготирование ставок. Это тоже позволяет федеральный закон. То, что в наших средствах и в наших силах – это, безусловно, субсидирование процентной ставки не от ставки рефинансирования, а от ключевой ставки. Это уже действенный финансовый механизм. И плюс те меры господдержки областные, которые у нас прописаны в инвестиционном законе. Юрий Мишинин, Виктор Гошенев. Наше время.